Этой зимой когорту кировчан-чемпионов России пополнил Владислав Скубелев. Его имя также часто называлось в числе претендентов на участие в Сочинской Олимпиаде. Но лыжнику пришлось наблюдать за Олимпийскими играми по телевизору. Почему Владислав не попал в сборную и как спортсмен вышел из этой ситуации, он рассказал на пресс-конференции. Репортаж Романа Четверикова. Кроссы, силовые занятия, бассейн. Даже после непростого сезона Скубелев не дает себе времени, чтобы отдохнуть. Легкие тренировочные нагрузки после всех выступлений обязательно часть работы лыжника, но в случае с Владиславом стремление быть в форме может быть отголоском сочинских игр. Бегать на высоте, признается лыжник, ему нравится. К тому же по ходу сезона он еще более убедился в том, что гонки на 15 и 30 километров – это его стихия, и не важно, классикой или коньком их бежать. Не случайно самые главные победы Киропчанина пришлись именно на эти дистанции. В очередной раз в карьере он выигрывает золото зимней универсиады, и тогда в декабре казалось, что ему будет предоставлен шанс пробиться на Олимпиаду, но пошатнувшееся здоровье повернуло его в другую сторону – на неолимпийские трассы. И тогда Скубелев решил – чемпионат России в Тюмени – вот его главный старт. Бежал в все гонки, которые можно было бежать, собирал и тут, и домашние тоже собирал гонки. Так что, ну, чтобы форму набрать, для меня надо было просто гонки бегать. Вот, и так получилось, что я, в принципе, нормально подошел, хорошо. Титул чемпиона России наш лыжник оформил в первой же гонке. Близок он был к еще одной медали в Тюмени, но стал четвертым в марафоне на 50 километров. К сверхдистанциям он только привыкает, говорит, их надо уметь бегать. Тем более, что он по-прежнему остается в обойме национальной команды и намерен быть в ней не на последних ролях. Мужской сборной, я думаю, очень сильно прибавили в последнее время. Конкуренция, потому что высокая, довольно-таки. Народу много, кто может показывать результат. Так что, это главное, что конкуренция есть. Что касается планов, то Скубелев тут ничем не удивил. 20 мая он уезжает в Москву на медосмотр, а уже на следующий день его ждет перелет в Норвегию на сборы. Роман Четвериков, Сергей Щекин, Вести Киров.